Час в час, минута в минуту, радио, болткома. Добро пожаловаться! Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Добрый день. Всех с понедельником. И телефоны нашего прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Начинается программа «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко, председатель правления Центра консультации собственников квартир и кооператива БАК-2. Айверс Гонтарев, бывший руководитель Рикоснаму Пар Волдникс, с нами на прямой связи. Будет ли Эрвин Страупе к нам присоединиться или нет, вот под вопросом. Но, во всяком случае, вот в обычной такой компании мы принимаем ваши звонки и готовы консультировать по всем интересующим вопросам. Можно писать и на WhatsApp. 3006191. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. У меня по поводу, как обычно, вот мусор. Я сейчас беру за эту компанию, я буду серьезно с ними заниматься. Вот смотрите, человек уехал в Норвегию или в Швецию, работает там. Не прописан, раздекларировался. Но за мусор ему постоянно приходит сумма, допустим, 3, 4, 5, 6, 7 евро. Но человек не живет и не задекларирован. Никто не задекларирован. И так налог увеличенный на недвижимость. А за мусор все равно берут. Почему это такое? Скажи, спасибо. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Таковы правила. На самом деле здесь есть немножко правоты радиослушателя и не совсем его правоты. Дело в том, что согласно вообще всех правил, все собственники жилья города Виги должны поддерживать окружающую территорию и здания в санитарно-техническом состоянии в соответствии с правилами. Независимо от числа зарегистрированных, должно быть обеспечен вывоз мусора, должно быть обеспечена уборка территории, должно быть обеспечено содержание зданий. Поэтому в данном случае есть собственники, есть их обязанности. И уже собственники решают, каким образом делить эти затраты. Поэтому таково решение правительства о том, что должно быть или нормативных актов должно поддерживаться порядок. Второе, как делить. Допустим, в нашем кооперативе все делится на площадь. Неважно, сколько людей задекларировано, у тебя больше квартиры, ты несешь большую долю расходов по вывозу мусора. Справедливо, несправедливо, не знаю, но так люди решили и, по крайней мере, это правило применимо ко всем. Потому что то, что в квартире не задекларирован ни один человек, ну я бы сказал так, у меня большой вопрос. А ей действительно никто не пользуется? Она не сдана в тихую в аренду, туда не приходят какие-нибудь родственники, ей не пользуется, скажем, какая-то молодая семья из числа родственников. Вопросов масса. Да, любой вариант, который предлагается по распределению мусора, за исключением того, что вот стоит контейнер с весами, вы лично подходите, чипом нажимаете, соиндентифицируетесь, взвешиваете свой мусор и сдаёте его. Ну, вот единственный справедливый способ. Тогда вы сдаёте своё. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. У меня, наверное, скорее всего вопрос с нами. У нас убрали мусоропровод Кегума-45. 43. Кегума-43. Мусорники выкатили прямо к дороге. Сейчас, когда начал таять снег, там выбиты ямы, и не подойти, и плюс ещё заставлено всё машинами. Как нам быть? Мусорники должны стоять ближе к дому. Они выставлены к дороге, к проезжей части ближе. И плюс машины там ставят люди, когда приезжают. Вчера бы хотела вынести мусор, ну что, пришлось запачкаться и положить этот мусор в этот ящик, потому что стоят машины прямо впритык к этим мусорным ящикам. И второй вопрос. Что, получается, этот вот дом находится во дворе, это кольцо 11-го троллейбуса. У нас детская площадка. Здесь вот я в этой квартире живу 15 лет. Все скамейки сгнили, все доски сгнили. Здесь очень много пожилых людей. И эти старушки, они не могут даже присесть, потому что там всё разваливается. Может быть, в конце-то концов кто-то придёт, проверит, в каком состоянии здесь всё. Потому что этими скамейками пользуются не только наш дом, но и пользуются соседние люди. И здесь очень много пожилых людей. И сейчас вот получается, что люди никуда не могут двигаться и выйти на улицу негде присесть. И когда косят летом траву, почему-то траву здесь не убирают. Её скосили, так и оставили. Вот у меня такой наболевший вопрос. Благодарю вас. Да, вопросов очень много. Сейчас будем разбирать. Я всё записал, чтобы не потерять мысли. Так, с чего мы начнём? С вывоза мусора? Наверное, напомним радиослушателям, что я бывший глава РНП. И вот такие вопросы, которые ежедневные, они вырошились, наверное, не сегодня, так завтра. В моё время. Давайте сейчас по сути, по мусору. Мы неоднократно в этой передаче упоминали о неправильности этого подхода, когда было принято само решение в самом правлении о том, что заваривается мусоропровод, не обеспечив жителям никакого рода алтернатив. В том, куда, как и выносить, сортировать, и чтобы это было удобно. Также мы говорили о том, что 50 на 50 – это решение чревато юридически, так как это вникание уже в сам дом, своим решением, в сам правление вникло и что-то поменяло, и отменило. Потому что, когда вы покупали, приватизировали квартиру, тогда мусоропровод – это составляющая этого дома, того, что вы купили. И что-то другое можно отменить тоже. Дальше. По скамейкам был вопрос? Нет, ну да. Но то, что, например, можно ли действительно ставить мусорные контейнеры так далеко от дома, и, например, в неудобном для жильцов месте, где грязь, где ямы, что им приходится для того, чтобы вынести мусор, приходится идти по грязи, и там стоят, например, кто-то паркует машины, и не подойти к этим мусорным контейнерам. То есть, приходится пролезать, я понимаю, между машинами – это тоже неудобно. Ну, смотрите, этот вопрос так же, как и большинство вопросов, которые связаны с управлением домов, на эксклюзивной компетенции жильцов или владельцев квартир. Но по местонахождению именно мусорников, где их располагать и так далее, все же есть еще другие регламент Рижской думы, которые гласит о том, сколько далеко, в каком расстоянии от окон и так далее они вообще могут быть расположены. Из-за этого нужно брать во внимание эти условия, смотреть план дома, и тогда вместе с управляющей компанией уже выбирать, а где лучше, где удобнее, может быть, что-то поменять в стоянке, так как стоят машины расположены. Потому что кто-то друг другу мешает, или мусорники мешают машинам, или машины мусорника. Но здесь нам нужно смотреть по конкретной ситуации. По скамейкам, ну, по скамейкам – это такой глобальный вопрос, сколько здесь опять есть, наверное, Сергей тоже с практической точки зрения не даст соврать, всегда есть в доме силы, которые хотят, чтобы скамейки были, и есть силы в доме, которые категорически не хотят, чтобы были скамейки, потому что приходит, как в игре «Мафия», да, там наступает ночь, и просыпаются другие элементы, тоже которые на скамейках ведут себя громко, распевают, курят и так далее. Да, это не только про бабушек и дедушек, которым нужны скамейки, чтобы присесть элементарно и подышать свежим воздухом, и пообщаться между собой, но, к сожалению, их ночное время или вечернее время не по этой функции используют, в общем, проблема. Ну, здесь, наверное, Сергей может добавить. Ну, я скажу так, по мусорникам я добавлю только одно, что не надо забывать, что еще место положения мусорников должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы компания, обслуживающая их, могла подъехать свободно. Поэтому еще вот это выкатывание, возможно, связано с тем, что двор заставлен машинами, и, возможно, это единственная возможность каким-то образом дать доступ мусорным компаниям к этим мусорникам. Это первое. Второе, по детским площадкам. Я напомню общие правила. Детские площадки, если они у вас есть, они находятся в ведении собственника земли, как минимум, и конкретного дома, соответственно. Они должны каждый год проходить сертификацию на безопасность. Есть специально обученные люди, которые выдают на это оснащение сертификат, что они вообще безопасны для детей. Это раз. Есть стандарты безопасности. И второе, обязанность ремонтировать эти сооружения и поддерживать в порядке, это обязанность собственника. Поэтому, когда уважаемая радиослушательница задает вопрос, ну, надо же, чтобы кто-то сделал, я отвечу так, надо, чтобы дом собрался и постановил, что детскую площадку надо привести в порядок и выделил соответствующие деньги. Потому что, насколько я помню, по положению муниципалитета город взялся, по крайней мере, при предыдущей власти, развивать крупные детские спортивные комплексы при школах, где есть охрана, где есть возможность наблюдать за состоянием техническим и так далее. А внутри дворовые вещи – это чисто дело внутри домовое. Но у меня… К сожалению, здесь ответ такой. Сами должны. А у меня сразу тогда возникает вопрос. Ведь чаще всего при планировке стоят несколько домов, и, ну, вот двор как бы общий, может быть, поделенный, но эта спортивная площадка, ею пользуется детской площадкой сразу несколько домов. И тогда вопрос, вот как это решить? Никак. Будет отвечать за все тот, на чьей земле это находится. Вот здесь, к сожалению, нету регулирования, потому что вы правы абсолютно. Когда создавался наш город, ну, по крайней мере, районы новостройок, они строились как коллективные, ну, места коллективного доступа. Коллективная мусорная площадка, коллективная детская площадка, благоустройство, площадки для стоянки были, в общем-то, выделены на группу домов, и были образованы там, где это было наиболее удобно архитектурно, а не при каждом доме. Но мы все поделили о том, что это есть вещи, которые проектировались как общие предележки, не вспоминали, но сейчас пожинаем плоды. Ничего не сделаешь. Вот на твоей земле стоит скамейка, ты за нее отвечаешь. Не важно, что 33 бабушки с соседнего дома на ней сидят. Отвечаешь за скамейку, ты, если бабушка оттуда упадет и, не дай бог, себя повредит, то будет отвечать собственник земли. Здесь мы, наверное, опять же таки приходим к тому, что вот самому принципу, что все эти квартали, они были застроены как одно целое, как Сергей уже сказал, да, и то, что построено как одно целое, то нельзя было просто так разделить на части. И сейчас, наверное, законодатель тоже был, стоило бы посмотреть на уже сколько, 30 лет прошло, и с 91-го года, да, и посмотреть, нет, 21. И посмотреть просто, что правильно, что неправильно, да, и если есть какие-то общие вещи, как уборка территорий, да, как стояночные места, как мусорники, где сортировка мусоров, как детские площадки, что все же посмотреть это как на составляющие общей инфраструктуры, которая должна и содержаться вместе, да, и дальше уже вопрос техники, как это делать, да, как собирать деньги на все это, но вот на эти вещи все же нужно смотреть в целом. Ну, просто подумайте, тоже с одним домом тут говорил в субботу, и они говорят, мы бы хотели собрать деньги и восстановить на своем доме детскую площадку, ну, как сделать так, что они хорошо понимают, что вокруг много домов, все же дома пойдут туда играться, потому что это общедоступное место, да, вы ее не можете там как-то огородить, на ключ поставить и так далее, но, конечно, это общедоступное место будет для всех, да, из этого правильно было, чтобы и все остальные дома, например, если там есть какое-то место одно во всем квартале, где детская площадка может быть, тогда и все общими силами это и делают. Ну, я здесь скажу, с детскими площадками есть очень большой нюанс, о том, который говорил Айвар, я еще раз усилю. Это поддержание порядка и культурного, я бы сказал, пользования, потому что мы у себя в кооперативе с помощью города сделали на шесть домов общую площадку и были рады, когда и вандалы снесли последний камешек из этой площадки, потому что это стало ночным притоном, вот я честно могу сказать. И вообще детские площадки, которые не охраняются, которые не включены, скажем, в маршруты объезда по муниципальной полиции, очень часто превращаются по вечерам в места сбора, ну, скажем, не самой лучшей части нашего общества. Или, по крайней мере, тех, кто не думает о том, что их там, ну, даже безобидный громкий гогот ночью в этом колодце раздается как ужасное эхо и не дает сотням людей спать. Ну, здесь есть проблемы. Дело в том, что, ну, на самом деле, я бы сказал так, не верю, что что-то случится, потому что для этого надо признать, что приватизация земли, так, она была выполнена в городе Риге, это политическая ошибка, грубейшая политическая ошибка. Без этого признания ничего больше нельзя сделать, потому что нужно тогда признать, что приватизация, да, была, но сейчас тогда право землепользования надо передавать опять или диктовки, диктования правил землепользования города Риги, чтобы город комплексно, опять-таки, вернулся к комплексному развитию инфраструктуры, несмотря на то, кому конкретно принадлежит данный лоскут земли. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Я вот хотела спросить вот насчет того, что сейчас, значит, Рижская дума приняла такое неадекватное решение, как заварить трубы в домах, где есть трубопроводы, да. Ну, во-первых, так, я так думаю, да, ну, вы меня подтвердите. Эта функция не входит в компетенцию Рижской думы, потому что мусоропроводы были предусмотрены в типовых проектах, но определенных серий. Были затрачены средства на это. То есть, эта функция находится в компетенции Буу-Валды. Почему Буу-Валды в этом отношении не поднимают никаких вопросов? Потому что специальное помещение ведь строилось, да, и затрачены были средства. А теперь Рижская дума приказала заварить, на каком основании, на каком нормативном акте это было предусмотрено. Могу ответить. На основании политического решения Министерства защиты окружающей среды и самоуправления. Еще будущий господин Пуцци сказал, что мусоропроводы мешают сортировке мусора. Каким образом он не пояснил на это политическое решение. Рижская дума, как орган, который в то время политически был подчинен этой же партии, приняло решение да, заварить. Они, кстати говоря, будем справедливы, они не приняли решение заварить. Они запретили пользоваться мусоропроводами. А как организация, которая отвечает за санитарно-эпидеологическое состояние всего города, они вправе принимать такие решения. Они сделали решение следующим образом. Первое, заварить, и тогда вы можете контейнеры держать для сбора мусора в помещениях, в контейнерных помещениях. Или второе, если вы голосуете и считаете, что ваши права нарушены, и отказываетесь заваривать мусоропровод, то в этом случае вы не имеете права держать контейнер в мусоропроводном помещении. Решение двоякое. Они не нарушают ваши права, они диктуют правила сбора и утилизации мусора. Это их компетенция, это компетенция, Айвар подтвердит, наверное, по закону за самоуправлением, они в пределах своей компетенции так сделали. Зачем? В чем смысл? Ну, тут очень много вопросов, понимаете, там, если взять другие самоуправления города, извините, Латвии, то там при условии выдвижения конкурса стоит речь о том, что новый конкурс производится для того, чтобы внедрять современные методы сбора мусора, совершенно другой подход к контейнерам, совершенно другой подход к организации сбора этих площадок. у нас же политическая власть нынешняя, у меня такое впечатление создается, это не город для людей, а люди зачем-то мешают городу. Поэтому то велодорожки в непонятном месте, то давайте заварим мусорный провод, а потом выясняется, что сортировать мусор вообще бессмысленно, потому что до 60% того, что мы сортируем, не подлежит вторичной переработке. Давайте хотя разберемся, давайте сортировать то, что можно переработать, а потом уже начинать что-то другое. Но мы завалили мусорный провод, зато выполнили пункт повестки дня. И еще сразу звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло, доброе утро. Доброе. По пресловутому вопросу о мусоропроводах. Вот, допустим, эта помещенница, которая около мусоропровода, это часть копли, это же у нас платыба, да, за которую я плачу, так же, как и остальные мои соседи. Если теперь у нас сделали так, закрыли эти двери в это маленькое помещение, то есть я не могу воспользоваться никоим образом этими квадратными метрами. В доме их набегает порядочно. А пусть мне тогда цену снизят за Апсэмникошенас Максу, да, потому что моя площадь уменьшается. Спасибо. Спасибо. Ну, сразу скажу, ваша площадь никуда не девается, общая площадь здания остается общей площадью здания, независимо от дверей. Это первое. То, что закрывают, ну, я понимаю, почему это делается, не буду развивать мысли, это делается, на мой взгляд, с одной точки зрения правильно, есть и другие, но никто не сказал, что вы не можете пользоваться этими помещениями, потому что если вы заграните закон о квартирной собственности, то решением сейчас это упростили 51% голосов вы можете решить, каким образом кто и как может пользоваться этими помещениями. Так что вы имеете право. Другое дело, что там помещения-то достаточно смешные, это раз. Второе, то, что если вы будете ими пользоваться, то вы должны соблюдать все правила там гигиены, пожарной безопасности и так далее. Пожалуйста. Решение собрания дома об использовании этих помещений определенным образом или выделение их в суп-аренду или прикрепить их отдельным, дать право пользоваться отдельным собственникам, никто вам не запрещал. Это не касается заварки мусоропровод. Более того, это облегчает принятие такого решения, потому что по прямому назначению это помещение использоваться не может. «Пришел вот такой вопрос о продаже РНП. Что ждет владельцев квартир при продаже РНП?» Вот спрашивает наш слушатель. «Все самое наилучшее». «Светлое будущее». «Так». «А можно ли поподробнее все-таки? Вот я понимаю, что люди волнуются». «А вообще непонятно, что такое продажа РНП?» «РНП» это большое предприятие, которое сегодня в силу закона имеет зафиксированную за собой клиентскую базу. И вся ценность не в том, что это большое предприятие, что у него есть здания, какие-то интеллектуальные возможности, нематериальные активы. Это все не столь важно. Важна клиентская база. 6 тысяч домов, если я не ошибаюсь. Вот обслуживая вот эти 6 тысяч домов и являются главным предметом и главной ценностью. Но эти дома при приватизации могут достаточно легко уйти. Или, по крайней мере, перед тем, как поменять что-либо, видимо, придется предложить людям еще раз решить вопрос. Какова будет ценность РНП, когда люди поймут, что оно переходит в частные руки? Вот это будет интересно посмотреть. Потому что на самом деле на сегодня люди живут еще в какой-то святой уверенности, что РНП это не бизнес, это не коммерсанты, это нечто самоуправленческое, которое будет холить или леет вас как младенца. Это давно уже не так, осталось только прийти частному собственнику, чтобы он до конца довел из этого вопроса логические. Так, у нас сразу или звонок. Доброе утро. Да, доброе. Вот недавно выступал Трубко, да, и он тоже сказал, что ну, ценное, в общем, и что если при продаже это, ну, ни одна там партия не осмелится, чтобы это будет разбазаривание имущества. А действительно, какое имущество? У РНП ведь нет никакой своей фактически материально-технической базы. Все, что они делают для жильцов, для домов, они также набирают там, набирают, у них там уже есть свои фирмы, с кем они заключают договора, накручивает свою наценку, вот и веща их ценность, а то, что дома, это не их дома. Спасибо. Спасибо. Здесь я, наверное, отвечу, как Сергей уже упомянул, главная ценность РНП это отношение с клиентами, а юридическая база, которая позволяет им обслуживать клиенты, так называемые неперенятые дома. И в этом есть ценность, потому что через чешата РНП проходит довольно-таки большой оборот, прибыльность у него низерна, если так посмотреть с точки зрения простого бизнеса, но это все же большой оборот денег, и на большом обороте денег возможна всякого рога эффективизация, если это была бы частной компанией. Но здесь есть такие навеса, ставить как минимум два фактора. Смотрим по закону конкуренции, РНП как таков, он не должен быть, потому что там есть признаки в законе, четко ясно написаны, когда самоправление может такая компания принадлежать. Ни один из этих признаков нету, об этом есть уже заключение аудиторов, что по закону написано такая компания не может быть. Дальше что с ней делать? Отдавать в одни руки ее нельзя. Это понятно, потому что своего рода монополия появится, несмотря на то, что частных компаний довольно-таки много. Но все же с точки зрения капитала самоправления это есть какая-то ценность. Вопрос сколько это стоит? 15, 20, 30, 10 миллионов это второстепенный вопрос, но все же это имеет свою стоимость и ценность с точки зрения самоуправления. там по закону получается, что вы просто так что-то не можете отделить, отдать, вы должны продать. Здесь начинается проблема, потому что если это продавать, как это делить? Если делить, тогда опять это может быть не такая ценность. И тот подход, который прозвучал, он отчасти тоже как решение и правильный, что могут выделяться какого-то рода зоны и похоже, как в свое время агентства по приватизации по государственным домам, так и здесь можно выдавать право работать на определенном участке, не продавать, не отдавать, а, скажем так, самоуправление оставаться как судье и контролеру по всей системе и выдвигать вот 10 домов, 20, 30, 40, 50 домов в определенном районе по адресам. Вот кто здесь хочет работать и компаний частные на основании своих заявок и на том, что они обещают, они идут туда работать, но ничего не отдается, ничего не приватизируется, просто дается возможность работать и конкурс идет только насчет того, на каких условиях они будут там работать, какая будет плата, что поменяется у жителей, что хорошего обещают и здесь же в этих условиях можно и поставить, вот у вас например договор на 3 года по обслуживанию этих домов или на 5 лет, сделайте пожалуйста вот площадки, вот вам мандат от города, вот в этом месте можно это делать. Здесь это интересный подход, который стоит известить городу, потому что еще раз, они сейчас нарушают закон, сейчас Дума нарушает закон, читаем закон о конкуренции, и здесь нету ни одного признака, на который бы самоправление Риги могла бы сохранять эту компанию в своем владении, нельзя по закону. Ну я бы добавил, во-первых, если мы ссылаемся на закон, то надо вспомнить, что само создание РНП было противозаконным, потому что оно не прошло согласование через совет по конкуренции, когда из 15 самоуправлений сливали в одно, то это было явное создание как минимум доминирующего предприятия, без всяких согласований с антимонопольным законодательством. Это все и порождает остальные проблемы относительно потери самоуправления. Да, самоуправление, приезды вот сейчас, я не уверен, что вообще состояние РНП финансовое такое, что если сейчас прекратить всю коммерческую деятельность, то есть убрать всех клиентов, что это предприятие может закрыться хотя бы по нулям, с наличием долгов, недолгов и так далее. Это второй вопрос. Третий вопрос, насколько я помню, как минимум два раза на моей памяти при преобразованиях в РНП самоуправление капитализировало долги, то есть оно гасило долги и передавало их в капитал этого предприятия. То есть эти деньги должны быть как минимум возвращены. Ну и самое главное, что все, кто сейчас думает, что кто-то о них позаботится, я хочу сказать так, есть хорошая такая фраза, вас без вас поженят. То есть вам сейчас идет система такая, давайте мы, и предложение Трубко заключается в том, что там, где работает фирма X, Y или Z, давайте мы ей просто потихоньку передадим права управления, потому что она там уже работает. Ну, по сути дела так. И, собственно говоря, здесь опять не стоит вопрос о завершении процесса приватизации, и здесь не стоит вопрос о том, что жильцы должны что-то выбирать. Здесь стоит вопрос, а давайте передадим, то есть давайте этот массив жителей, собственников квартиры, от одного передадим другого. Я не думаю, что это лучший подход. Он возможный, но я не думаю, что он лучше, потому что на самом деле надо четко людям сказать, что с завтрашнего дня самоуправление о вас не заботится. и это тоже должна быть фраза прозвучать на политическом уровне, потому что я говорю, что сколько я сталкиваюсь с людьми, у них под спутной еще сидит мысль о том, что все-таки вот вы видели, там звонили насчет площадки, кто-то должен заняться. Человек понимает, у нас РНП, мы под ним, кто-то должен заняться. В кооперативе, вот жители кооператива уже давно не задают такого вопроса, а кто должен заняться. Но вот я, может быть, переформулирую этот вопрос слушателей. Я понимаю, что его волнует тот факт, что если это РНП будет передано в частные руки, то тогда целью вот этого бизнеса будет, конечно, получение прибыли, и подразумевает ли это таким образом повышение тарифов, более жесткая работа с долгами, ну и так далее, и так далее. Подразумевает все сразу. Потому что, во-первых, РНП и сегодня коммерческое предприятие, это не какой-то фетиш, вот какое-то особое состояние аморфное. Это коммерсант. То, что 100% капитала принадлежит городу, это не говорит о том, что это предприятие не обязано получать прибыль, а на что оно будет развиваться. Это не означает, что предприятие в социальных целях может снизить стоимость. Оно может только держать эту стоимость, ну, скажем так, сдерживаться аппетит этого предприятия могут, ну, самоуправлением, ну, по части прибыли. Но если минималку на 16% подняли, то, извините меня, а как платить людям, если они были на минималке? Значит, им надо на 16% поднимать. Тут никуда не кинешься. А у нас в основном в отрасли основная часть народа сидит на минималке. И мы вынуждены каждый раз, когда поднимается Ну, я вам другой немножко пример приведу. Мы по учету, наш кооператив считался бронзовым клиентом по налоговой службе. Я не знаю, что это давало, но нам писали там благодарственные письма, что вы хорошие налогоплательщики. И вдруг, бац, мы на Новом Год получили письмо, что, ребята, или вы докажите нам, что у вас на 20% ниже, чем в среднем по стране средняя зарплата, или мы вас вычеркиваем из бронзового списка. Ну, ради бога, нас вычеркнули из бронзового списка, но я не очень понял, а в чем логика? Мы честно платим налоги, нас не за налоги, а за то, что у нас совпала так ситуация, что какой-то период мы были в тренде средней зарплаты. А если у тебя клиенты отказываются оплачивать, и ты эффективно хозяйствоваешь с уровнем зарплаты ниже средней по стране среди чиновников, ну, тогда ты неэффективный человек для государства. Никто. Так и здесь, будут повышаться, цены будут повышаться в любом случае. Сергей, я думаю, там чуть-чуть по-другому, там просто есть какая-то эксцель-программа по сбору налоговых сборов, да, и там количество сотрудников, с которых нужно собрать определенное количество налоговых сборов, и такой кооператив, к сожалению, из-за эффективности, он не дает собрать то количество налоговых сборов по количеству людей, вот тебе и вытерпнули, потому что вот не добрали, а тебя, как они, я позвонил, я спросил, не считают ли инспектора, что деньги растут на деревьях, но они поняли мой вопрос, считают, кто-то считает, что деньги растут на деревьях, и они не за счет работы, и спроса, и предложения рождаются, а на деревьях, поэтому можно установить, вот высоту деревьев можно установить, и все должны вырасти до этой высоты. А между тем, вот у нас остался еще, кстати, один неотвеченный вопрос слушательницы, она жаловалась на то, что во дворе скосили траву, но не убрали, вот что можно ответить на этот вот ее вопрос? Ну, обычно никто не убирает траву, ее мульчирует, есть такой процесс, есть техника с мульчей, то есть эта трава при покосе мелко перемалывается и остается на газоне, потому что это является естественным удобрением, и никто там не стремится, это не сенокос, где нужно покосить траву, аккуратно ее собрать, сложить в стажки и потом вывезти куда-то на ферму. Здесь просто-напросто эту траву нужно измельчить и оставить, другое дело, что если бывает так, что неаккуратные косильщики при покосе часть вот этой смульчированной травы, ее выметают на дорожке, на тротуаре, и после этого дворник никто не подметает, но это уже другой вопрос. В конкретном случае, может быть, просто забыли, просто забыли вывезти, просто нужно общаться с дворниками. Ну, вывозить вообще, ну, я не знаю смысл даже вывозить, когда косит нормальная машина, ее перемалывают почти практически в муку и оставляют на газоне. И это гниет, и удобряют почву. Ну, очевидно, да, вот в этом случае как-то то ли не перемололи, то ли не убрали, во всяком случае, здесь вот... Чаще всего не подметают тротуары потом, чаще всего. Если процесс уборки по территории запущен, то не убирается, вот не сметается на газон то, что естественным образом, как вентилятором, выдувается на тротуары. Ну что же, вот телефоны в студии 67212-9399, 67213-9399. Я еще раз напоминаю, что вопросы можно задавать и по WhatsApp, пишите 2-3-0-6-1-9-1, причем можно писать не только во время программы, но и в любое, ну просто вот напишите, что в программу добро пожаловаться, и мы обязательно эти ваши вопросы соберем, и к следующему понедельнику их озвучим. Ну а между тем, вот как-то время действительно уже подошло к финалу, и благодарим наших сегодняшних ведущих, консультантов, экспертов, это Айварс Гонтарев, бывший руководитель Ригу Снаму Парвалнекс, и Сергей Сидорко, председатель правления Центра консультаций собственников квартир, и председатель кооператива БАК-2, спасибо вам большое. Олег, единственное, я извиняюсь, у нас еще там одна минутка есть, я хотел бы просто проанонсировать, может быть, следующую тему, подумайте, по тем, ну скажем так, нельзя сказать слухам, но по той информации, которую я располагаю, и Айвар тоже, к концу года будет объявлена новая очередь в инновационных проектов с участием в Денье Киевса. И я бы очень сильно призвал собственников квартир, тех, которые думают об этом, сейчас задуматься, и в упреждающем поведке начать проектирование проектов, подготовку проектов. Потому что опыт предыдущих лет показывает, что есть люди дальновидные, которые готовят уже сейчас проектно-сметную документацию с тем, чтобы, когда объявят, что деньги есть, моментально вбросить свои проекты. А будут люди, а если раскачиваться и думать, то к концу года будет поздно думать об этом. Поэтому, может быть, есть смысл в следующий раз, если радиослушателям будет интересно поговорить о проектировании, о смысле этого проектирования, зачем оно нужно и насколько это рискованное вложение денег. Хорошо, тогда вот я к нашим слушателям обращаюсь, если есть вопросы о проектировании, пишите, задавайте, может быть, вопросы письменно на номер 2-3-0-6-1-9-1, ну или я напомню, что можно во время эфира звонить 6-7-212-93-9. Спасибо большое, спасибо вам и всего доброго, до свидания. До свидания. День в день, час в час, минута в минуту, радио. Болтком.